Объект 1440 Старик из ниоткуда Объект номер 1440 Класс объекта Кетер Особые условия содержания В данный момент содержание SCP-1440 невозможно Его местонахождение после последнего нарушения условий содержания неизвестно Из-за природы SCP-1440 в распоряжении фонда может не оказаться способов содержания объекта Несопряженных с неприемлемыми потерями в ресурсах и личном составе До тех пор, пока не будут разработаны подходящие условия содержания Необходимо сосредоточить усилия на наблюдении за SCP-1440 И уменьшение его влияния на людей с помощью предсказания его маршрута Описание SCP-1440 Человек неопределенного возраста и этнической принадлежности Отказывающийся отвечать на вопросы, связанные с его именем, возрастом и местом рождения Однако до сих пор не ясно, скрывает ли субъект информацию или не знает ответа Несмотря на то, что на вид субъекту около 80 лет За последние 50 лет с момента первого контакта не было отмечено признаков старения Аномальные свойства SCP-1440 проявляются в случае продолжительного не менее нескольких суток контакта с людьми или с искусственными объектами Свойства проявляются в виде усиливающихся разрушительных явлений, продолжающихся до полного уничтожения находящихся в непосредственной близости от SCP-1440 людей и искусственных объектов Данное воздействие влияет на все, кроме самого SCP-1440 и его личных вещей Одежда, мешок из неизвестного материала, колода потертых карт и небольшая стеклянная чашка SCP-1440 осознает свой эффект на окружающих и пытается избегать любого возможного контакта Несмотря на подобные намерения, SCP-1440 чувствует непреодолимую силу, зовущую его в странстве по очень сложному маршруту Который рано или поздно приводит к контакту с людьми Точная структура данного маршрута до сих пор не ясна Сам же SCP-1440 не может предоставить информацию о нем Субъект не проявляет враждебности и не сопротивляется попыткам постановки на содержание Однако ввиду своих свойств данные действия приводили лишь к значительным потерям ресурсов и многочисленным жертвам среди персонала SCP-1440 впервые привлек внимание организации, когда подошел к доктору Научной сотруднице во время ее пути в зону Субъект проявил полученное из неустановленных источников знание о работе доктора В организации и попросил помощи Когда доктор осведомилась о сути необходимой помощи, субъект ответил, что надеется, что фонд сумеет уничтожить его SCP-1440 был доставлен в зону для допроса, что привело к разрушению данной зоны, гибели сотрудников и уничтожению шести объектов класса «Безопасный» и «Евклид» Дальнейшие попытки поставить SCP-1440 на содержание закончились похожим образом Приложение SCP-1440-А Данное интервью было проведено во время четвертой попытки постановки SCP-1440 на содержание в участке 142 Данный отчет не был уничтожен последовавшими событиями по причине размещения его на удаленном сервере Интервью 1447 Опрашивающий доктор Опрашиваемый SCP-1440 Примечание С момента прибытия SCP-1440 в участок 142 персонал начал жаловаться на сильные головные боли и тошноту За последовавшие двое суток вышли из строя три водоочистных фильтра из четырех имевшихся на участке Произошло обрушение ангара участка 142, что повлекло за собой смерть нескольких пилотов У доктора Бывшего в прекрасном физическом состоянии развилась почечная недостаточность одновременно с остановкой дыхания Начало интервью Доктор Добрый вечер, SCP-1440 SCP И вам того же, доктор Доктор Вы знаете, почему мы привезли вас сюда? SCP Конечно, и я рад тому, что вы все пытаетесь сдерживать меня Но вы уже трижды пытались и все безуспешно Так что я пришел к выводу, что ваша организация не в силах помочь мне Лучше отпустите меня ради вашего же блага Старший брат уже стоит за вашей спиной, доктор Вам лучше поторопиться Доктор Вы упоминали этих братьев раньше, если мне не изменяет память? SCP-144040 Ага Разные, но в то же время одинаковые Все жестокие, мстительные и способные затаять обиду надолго Они причина моих несчастья, следовательно и ваших Субъект, судя по всему, видит нечто за спиной доктора Однако на аудио и видеозаписи нет ничего постороннего Средний брат встал рядом со старшим Время истекает Выпустите меня Или я не ручаюсь за вашу безопасность Хотя уже может быть слишком поздно Доктор Боюсь, я не могу сделать этого К тому же, вы упоминали трех братьев А раз они не вместе, то у нас, может быть, еще осталось время SCP Качает головой Младший брат никогда не приходит Он самый жестокий И его облик то, что наконец-то дарует мне свободу Словами не передать, сколько времени я искал его Пытаясь вернуть то, что я выиграл у него и его братьев Но безуспешно Субъект снова смотрит за спину доктора И вздыхает Средний брат уже возложил свои руки на ваши плечи Доктор, уже слишком поздно Рог всегда следует по пятам за ним Перед тем, как вы упокоитесь, позвольте дать вам совет Бедное дитя Доктор Я вас слушаю SCP Если вы решитесь играть со смертью в карту на свою жизнь Никогда не допускайте одной вещи Доктор Какой же? SCP Своего выигрыша Конец интервью В этот момент детонировала ядерная боеголовка, размещенная на участке 142 Несмотря на все установленные механизмы защиты от случайного срабатывания В результате участок и весь его персонал были уничтожены SCP-1440 был замечен более чем в 3000 км от расположения бывшего участка 142 через неделю после данного происшествия Без каких-либо изменений После еще трех нарушений условий содержания данные попытки были отложены на неопределенный срок Приложение SCP-1440-B Из-за растущей численности человечества и быстрого его распространения в ранние незаселенные места SCP-1440 во время пятой попытки постановки на содержание подтвердил, что ему все сложнее избегать контакта с людьми Но он все еще придерживается своих убеждений Анализ маршрута следования субъекта по-прежнему продолжается Вместе с разработкой постоянной процедуры сдерживания Троекратно Старик проснулся и былые неудачи вновь заполнили его разум Разрушение комплекса фонда лишь очередная капля, упавшая в океан вины Временами он задавался вопросом, почему еще барахтается? Почему он не утонул в глубинах отчаяния и безумия? Почему ему все еще есть дело до расы, которое он с пугающей легкостью может уничтожить? Может быть просто из-за духа противоречия, гаснущего воспоминания о том, как он противостоял своим мучителям, ему было почти безразлично Он находился в пустыне, одинокой и безлюдной, и этому был очень рад В этих краях вреда от него практически нет Он побрел к видневшемуся вдали горному хребту, влекомый зовом, которому, как он осознал уже давно, нельзя было сопротивляться Когда-то он бросался в пропасти и в реки, и в моря, надеясь, что стихия не даст ему наделать больше вреда Но братья были сильнее, чем сама стихия Лежа под толщей земли, он думал, что наконец-то обрел покой Но стоило моргнуть, и он вновь оказывался на поверхности Шел к человечеству, словно разносчик чумы Упорство братьям было не занимать Попирая ногами мягкий сухой песок пустыни, он вспоминал трижды проклятую партию в карты С которой все началось, с которой началось три безрассудства, обрекшие его на такую участь Первым безрассудством была сама игра Не стоило бросать им вызов, надо было одуматься Но он был молод, в нем бурлила гордыня, и ему было что терять В рассвете лет он оказался на нелепой войне, там и погиб И отправился в темные чертоги братьев Рядом были его однополчане, шли безмолвно на далекий свет И даже не глядели на три изнеможденные фигуры, что указывали им направление Но ему это было не по нутру С такой участи он не смирился, у него молодая красавица-жена Плодородный надел земли, он не может все это бросить Он не бросит Других он считал слабыми глупцами, что безропотно принимают свою судьбу Возгордившись, он бросил вызов тем, кто указывал путь И отказался идти дальше, пока ему не дадут возможность сразиться Он получил эту возможность, и он взял верх И награда за победу была слишком велика Вторым безрассудством была жадность Братья не могли знать, как велико его мастерство Он брал все комбинации, рушил все планы Умом и плутовством вырвал жизнь из рук смерти Не по вкусу это было братьям Но они приняли свое поражение и указали ему За какой дверью лежит выход в мир живых Стоя на пороге, он подумал К чему останавливаться на достигнутом В мире не было равных ему картежников Он мог получить все К чему брать только жизнь Когда можно взять славу, власть без смерти Развернувшись, он сел обратно за стол Ва-банк, сказал он и выиграл Затем еще раз, и еще раз Теперь братья были не столь снисходительно Но все же признавали поражение Три награды досталось ему Чаша, карта, мешок Братья дорожили этими вещами И многое обещали ему взамен на них Богатство, удачу, здоровье и славу Но ему хотелось их унизить Поставить смерть перед собой на колени Он забрал свой выигрыш и ушел А разъяренные братья остались позади За свою заносчивость ему предстояло заплатить сполна Третьим безрассудством было мотовство Выигрыш его обладал невероятной силой Ибо он был преградой для братьев В чаши первого плескалась живая вода И одной капли было достаточно Чтобы отступал первый Даже разбитые тягчайшие болезни Люди становились ему неподвластны Всякий раз, когда смерть малый Вставал у человека за плечами В его сторону летела капля воды И первый бежал, плюясь ругательствами Капля казалась сущей мелочью А чаша была весьма глубокой Поэтому он тратил воду направо и налево Он отгонял первого от дряхлых И тех, в ком от слабости уже не держалась жизнь От тех, кто по праву принадлежал первому В итоге чаша опустела Когда его жена слегла от тяжелой болезни Воды для нее не осталось Первый злорадно скались, забрал ее Сокровище второго, как и сам второй Обладало большим могуществом С помощью карт он мог бросить вызов власти второго Сдержать наступление смерти великой Когда надвигалась война Когда брат шел на брата Он оказывался там Становился против второго Обращал вспять потоки пламени и стали Но как и живая вода Карты судьбы были растрачены впустую Он доставал их для каждой пограничной стычки Для каждой междоусобицы Для каждой затевающейся революции И с каждым разом карты ветшали все сильнее Карты продержались дольше, чем чаша Но в конце концов второй перестал откликаться на их зов И тогда на его глазах мир погрузился в невообразимые войны Миллионы людей гибли попусту в грязи Невинные страдали Лилась кровь и дымились пожары Смеясь второй уводил их всех Взятый у третьего выигрыш был величайшим Мешок смерти, всеобщий Мог вобрать в себя все, катаклизмы любых масштабов Остановить гнев любой силой стихии Он загребал в мешок ураганы Заливал пожары, которые грозили выжечь до тла града Заточал в него тварей чудных и бесчеловечных Пришедших не из этого мира Мешок продержался дольше всех сокровищ братьев Но и его силе был положен предел Швы его начали расходиться под натиском могучих сил Столь же бездумно он использовал мешок, сколь и меньшие сокровища Буря, что он останавливал, могли пройти и иссякнуть Пламя пожаров было по силам для людей Но грех его был более тяжким, чем просто бездумная растрата Тем не менее мешок сгодился бы еще на один раз Он мог бы удержать одно последнее существо В поисках третьего он видел, как силы тьмы крепнут Как рискуют жизнью храбрецы, подобные мужчинам и женщинам из фонда Стараясь сдержать их Но он не развязывал горловины мешка Другой надежды у него не оставалось Он знал, что только так он может заставить третьего Освободить его от бесконечных мучений Посадить в мешок самого третьего и заставить его и остальных братьев даровать ему смерть Но смерть всеобщая не появлялся Даже чтобы поглумиться над побежденным Когда неведомые силы забирали чью-то жизнь, покойные уходили в безмолвие Когда иссякло могущество его выигрыша, стало ясно, какая ужасная участь его ожидает Братья больше не боялись его и не простили его тщеславия, его мотовства и глумления над смертью Они хотели заставить его страдать, и смерть была бы для него слишком легким уделом Потому он сам нес смерть всем остальным Вечно искал третьего Вечно смотрел, как человечество гибнет вокруг него Трижды был он проклят, как трижды проявлял безрассудство Вечно жить, вечно искать и вечно разрушать Горы стали ближе, и старик позволил себе недолгую передышку Зову можно было сопротивляться, пусть и ненадолго Он уселся на песок и посмотрел наверх, на звезды В темно-синем рассветном небе оставалось немного звезд Но они сияли чисто и ярко Глядя на них, старик понял, почему еще барахтается Может быть это величайшее безрассудство Но такому безрассудству он был только рад Мир был слишком красив, чтобы дать ему разрушиться без боя А человечество заслуживает лучшей участи, чем погибнуть из-за ошибок одного безмозглого старика Пусть он не может оградить их от своего пагубного воздействия Но кое-чем он может поделиться надеждой Он остановится, пусть даже угаснув навсегда